Всем привет! Вы на канале Кэп ТВ Геймс. После прохождения Alien Isolation мне захотелось чего-то еще в этой вселенной. И я решил, что это будет Aliens Colonial Marines. Сегодня в рубрике «Непройденная» у нас именно эта игра. Да, я знаю. Я слышал, читал мнение критиков и игроков о этой игре. И она не удалась, скажем, мягко. Многие очень зло шутят по поводу нее. Но при этом я знаю некоторых поклонников вселенной «Чужих», которые говорят, что, в общем-то, если закрыть на некоторые вещи глаза, то для фанатов здесь как раз можно найти несколько интересных вещей. В отличие от Alien Isolation, эта игра проходит, ну, скажем так, не во вселенной, а, ну, основа. Основа – это второй фильм «Чужие», фильм Джеймса Кэмерона. Как раз события здесь происходят после сюжета второго фильма, когда мы знаем, что высадились на LV-400. Забыл, как цифры называются. Когда высаживались. Ну, в общем, все, кто видели фильм, они понимают, о чем речь. Вот как раз после события этого фильма и происходит событие в игре. Я решил познакомиться с этими событиями и поделиться с вами. Когда-то давно, когда она еще только вышла, я уже запускал ее, но поиграл буквально, там, может быть, один-два уровня. Совершенно не помню уже, что там и как. Поэтому сейчас мы начнем с начала. И, может быть, спустя некоторое время мы по-новому взглянем на эту игру. Капрал Дуэн Хиггс, ТИК Ю-404-821-5-9. Сигнал бедствия. Мое подразделение понесло большие потери на LV-426. Оставшиеся в живых находятся на борту Сулака. Срочно требуется помощь. Выжили. Капрал Хиггс, одна женщина, одна девочка и андроид. У андроида критические повреждения. Всех морпехов, отправленных на LV-426, можно считать погибшими. Повторяю, все морские пехотинцы, отправленные на LV-426, погибли. Поскольку мы мало знакомы с голосами этих актеров. Ну, по крайней мере, многие из нас, кто смотрит с русским переводом, с озвучкой. Подъем, морпехи. Это не учебная тревога, а мы уже не в Канзасе. Всем встать! Информация для новичков. Я капитан Круз. Вы экипаж Сифоры, моего корабля. 17 недель назад десантный бор Сулака подал сигнал бедствия. Рина-2-3 ушел первым. Они встретили ожесточенное сопротивление. Вы последний из батальона, кого достали из заморозки. Так что не ныть. Мы и так дали вам поспать подольше. Готовьтесь к бою. Всем быть в ангаре через 20 минут. Вот так и есть в титрах. Только что вы увидели имена. Лэнса Хенриксона и Майкла Биена. Вот, собственно, и сам Лэнс Хенриксона. Капрал Кристофер Уинтер. 118-й батальон. На борту Сифоры. Капрал Уинтер, прикрепляю тебя к Рина-2-1 для спасения-2-3. Как настроение, парень? Все нормально, капитан. Но я беспокоюсь за 2-3. Вот и хорошо. Давай догоняй 2-1. Они постараются добыть черный ящик Сулака и выяснить, кто все это устроил. Сэр, что там было? Мы обосрались. Ну что, господа и дамочки, на борту корабля колониальной морской пехоты США Сифора. Внимание! Прямо сейчас Рина-2-1 и Рина-2-3 ведут бой. А мы, морпехи, своих не бросаем. В течение двух часов мы отправим к Сулака несколько спасательных шлюпок и начнем операцию. Сэр, в последний раз Сулака засекли над Фьюри-161. Как корабль оказался у этой планеты? Лейтенант Рид, спасибо, что перебили. Как эта корыто сюда попала, неизвестно. Нам важно, что там гибнут наши морпехи. Ситуация напряженная. Новую информацию будете получать по мере поступления. Готовьтесь к бою, морпехи. Ура! И к черту! Ура! Слушай сюда. Мне нужна только информация. Никаких подвигов, никакой ерунды. Будешь моими глазами. Докладывай обо всем, что видишь, чтобы я знал, чего ждать. Понял. Передайте Рина-2-1. Двигаюсь в их направлении. Ну, честно говоря, даже уже по этим кадрам я прекрасно понимаю настоящих фанатов этой вселенной. Все выдержано довольно правильно. Знакомые лица, знакомый антураж, знакомые транспорты, виды транспорта. В общем, все. Все как положено. Так, вот только оружие немного нестандартное. Ну, да ладно. Видимо, вот он такой любитель. Выделиться. Так, смотрите. Тенька даже правильная. Мне нравится. Ну, если не придираться, конечно. Я не знаю. Пока, пока ничего не произошло страшного, за что можно не взлюбить эту игру. Сулака. Мы переходим на тот самый знаменитый корабль Сулака. Опа. Уинтер, что, черт возьми, там происходит? Рейдер 6-5, вы уже взлетели? Взрыв на Сулако. Давление падает. Это Рейдер 6-5. Соединитель качает воздух в черноту. Тут все на соплях, сэр. На соплях? Рейдер, доложите по форме. 20 минут до полного обрушения. Вырубите эту штуку. Уинтер, слышал? Доберись до другой стороны, и мы отрубим эту штуку. Продолжаю движение к Сулако. Прием. Вот так вот сразу пошли какие-то нескладухи, неприятности. Сифора. Это Анил. Здесь погибшие раненые. Немедленно пришлите медика для оказания помощи раненым орпехам. Рино 2-1. Не выйдет 2-1. На нашей стороне заклинило шлюз. Мы не можем использовать соединитель. Это слишком рискованно. Действуйте самостоятельно по обстановке. 2-1. Как там дела у 2-3? А, Уинтер. Посмотри, ка он и тебя прислал. Ну что ж, раз такое дело, доставай датчик движения и скажи, что ты видишь. Вижу вас двоих. 2-3 на юге. За ангаром, возможно, они что-то ремонтируют. Вижу, ца. Нет. Стоп. Неопознанный сигнал. Что-то движется. Черт. Сифора, судя по всему, 2-3 заняли позиции. Или убиты. Передвижение неопознанных объектов. Возможно, на морпехов напали. Так, сейчас мы с Уинтером. Черт. Сифора, я следую по направлению к 2-3. Парень, помни, что я говорил насчет геройства. Конец связи. Ну что ж, пока, опять-таки, пока все адекватно. Сэр, тут по палубе буквально размазана половина неопознанного андроида. Которая половина? Ну, говорить она точно не может. Тогда найди разговорчивую половину. Конец связи. Опять-таки, прямые отсылки к фильму. Наверное, я не буду пытаться все время найти. Будем проходить, играть. Как в нормальную игру. Не будем искать каких-то изъянов. Я думаю, если они появятся, то мы их заметим. Продолжение следует... Честно говоря, вот, когда играю в эту игру, прямо-таки, напрашивается... Прямо-таки, напрашивается вторая... Ну, то есть, не вторая игра. Хотя, можно и так назвать. В общем, еще одна игра от Creative Assembly, которую сделали Alien Isolation. Прямо вот эти все коридорчики. Они должны сделать. Но только, может быть, действительно... Больше акцента на шутер уже сделать. Поскольку, ну, все-таки... Фильм Джеймса Кэмерона, он более такой... Боевиковый. И, может быть, Creative Assembly с кем-нибудь... С кем-нибудь стоит объединиться, кто уже... Набил руку в шутерах. Поскольку, ну, в принципе, на мой взгляд, неплохо у них там получилась... Стрельба как таковая. Но... Твою мать! Не без изъянов, конечно. Капитан, вы это видите? Так, куда это мы пришли? О, боже, нет. Не очень хочется, если честно, болтать в этой игре. Поскольку атмосферка такая должна быть напряженная. Все-таки это чужие, как ни крути. Не знаю, у меня есть мысли по поводу того, чтобы пройти ее полностью. Если, вот, скажем, в этой серии... То, что я увижу, мне понравится. Камера? Камера. А зачем здесь камера? Кто-то снимал. Митер. Достань резак и вытащи меня отсюда. Стреляй, мой пупар! Стреляй, мой пупар! А вот и первое появление ксеноморфа. Так, где он, где он, где он? Что ты как-то... Убей эту пупарь! На всякий случай. Так, я бы хотел узнать, есть ли у нас фонарик, по идее, должен быть. Ну, что-то пока... Что-то пока... Так, он где-то поблизости, судя по радару. Но я его не вижу. Значит, он... Под нами, возможно. Так... 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 Где-то прямо рядом с нами. Я даже слышу его. Есть. У нас получилось. Ну да, да, я знаю, что это довольно легко, но... Здесь так и должно быть. В общем-то, во второй части фильма Кэмерона они тоже довольно просто их убивали, в отличие вот... ...от первого чужого, где они его вообще не могли. Да им, в общем-то, было нечем. Так, где наш приятель? Погиб. Не ссы, я тебя вытащил. Уинтер, бери тех, кто остался, и отступай к остальным 2-1 возле ангара. В бой не вступать. Сэр, это Киз из 2-1. У нас было задание добыть черный ящик с улаками. Сынок, я сам отдавал тебе этот приказ. Но все уже кончено. Просто возвращ... Мы должны узнать, в чем дело. Для этого нужен черный ящик. Сэр, при всем уважении... Уважение означает, что ты заткнешься и будешь выполнять приказ. Конец связи. К черту приказы. Черный ящик совсем близко. Возьмем его. Потом прибудем к Кину 2. Онил, ты все еще там? Дерьмо. Парни, возвращаетесь? Нет. Дай нам 10 минут, мы возьмем черный ящик. Морпехи не должны погибать зря. Даю вам 5 минут на все про все. Киз, постарайся найти Беллу. Ураик, черт, морпех. Постараюсь. Спасибо, Онил. Спасибо, Онил. Если кто-то в машине. Да, сюда бы графику Alien Isolation, она бы очень здесь не помешала. Здесь кто-то есть. Контакт, контакт, вынеслась! Продвиньте, справа! Ах! Почему они только на меня нападают? Ящик находится в мягком помещении. Нашел! Продвиньте, сзади нас! Блокируй двери! Хватай черный ящик! Бери черный ящик! Залом Аев. Онил, соскучился? Черный ящик у нас. Три минуты. Кит, слови! Уэнтер, понял тебя. Нежничать потом будем. Возвращайтесь. В черном ящике должны быть данные о том, что произошло на Сулак. Если мы его доставим, неизвестно еще, что выйдет. Так, это у нас что? Патроны И броня Ну да, чужие здесь, конечно, пушечное мясо Довольно тупые относительно Изолейшн Но опять-таки Все довольно канонично Ух ты, зато прыгучие Ну и френдли файр здесь не работает Я ему уже, на самом деле, в спину настрелять должен был Так, 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 так Прыгучие какие Почему от них пол не прожигает кислотой А хотя, вот, есть дырочка Ну, правда, это не от него, конечно, но тем не менее Будем считать, что это от него Так, сзади, сзади О, Нил, будем у тебя через минуту Так, отлично, погрузчики Можем воспользоваться? Наверняка ведь сможем Наверное, только не сейчас Смотри в шлюпки, твари Бросаю гранату И стой Ох Ты что, совсем спрятил? Беги к соединителю Соединитель не сдабились Пойдем так После взрыва дверь заплакировала Тут необходим код доступа И сломай чертян собачьим эту гребаную дверь Рыдкие, блин Еще пару секунд Давай быстрее Шевелись Нам везет Никто не нападает Уходим, уходим Все, 2-1 Уходим Черный ящик отправляется на Сифору Парни, задание выполнено Рина, уходим, уходим Что такое? О, нет Пошел Рина, уходим Ну что, неплохо. В плане режиссуры, конечно, слабовато, но в целом неплохо. Сифора, вы меня слышите, 2-1? Что произошло в соединителе? Сифора, слышу вас хорошо. Мы потеряли Киза. Кажется, у него в груди что-то взорвалось. Уиндер, с тобой? Так точно, сэр. Что думаете про случай с Кизом? Все наши птички класса Шайен уже сбились в стаю и спешат к вам. Там почти 80 морпехов, им нужно где-то высадиться. Ангар вышел из строя, но есть место в грузовом отсеке. Понял. Направляемся к грузовому отсеку. Конец связи. Что-то не так. За мной. Мне кажется, если вообще к ней относиться как к игре, ну, к примеру, не знаю, 10-летней давности, как будто она вышла 10 лет назад, то вообще сразу многие моменты, они сходят на нет. То есть, как бы, ну, плохие моменты, негативные я имею в виду. Можно сойтись на то, что технологии, ну, и вообще уровень. Ну, да, я знаю, она-то не вышла 10 лет назад, но все. Я к тому, что... Не так все плохо сразу становится. По большому счету, и так не очень плохо. Сифора, высылаем вам запись. Сэр, эта штука не принадлежала десанту. На ней видна маркировка Вэй Ю. Вэйланд-Ютани. Вэйланд-Ютани. Сифора, говорит Белла из Рина-2-3. Слышите меня? Слышу, 2-3. Доложите обстановку. Я очнулась, подавившись какой-то тварью, типа паука. Сидела у меня на лице. Мертвая. Сэр, я отстала от своей группы. Есть какие-нибудь вести от моих парней? Остальные бойцы 2-3 считаются погибшими. Прости, детка. Выжившие из Рина-2-1 направляются к грузовому отсеку. Можешь туда добраться, 2-3? Что? Гарнет? Кис? Сифора, я что-то плохо соображаю. Даже не знаю, как туда добраться, сэр. Ты последняя из Рина-2-3. Постарайся вернуться живой. Конец связи. О, Нил, в чем дело? Похоже, это Белла. Она у нас с ней. Что у вас с ней? Спали с ней. Отгоним из головы. Отгоним из головы. Играет музыка. Осторожно, потолок! Осторожно, потолок! Ах ты! Так, вы знаете, какое у меня есть мнение? Наверное, давайте прямо вот на этом месте закончим. И, пожалуй, я попробую записать полное прохождение. По крайней мере, попробую. Я думаю, я сделаю... Это видео мы оставим в разделе больших игр. Игр, а само прохождение сделаю отдельно, без комментариев. Все как положено. Здесь есть нормальная русская озвучка, относительно нормальная. Ну, вполне нормальная, сносная. И поэтому сделаем прохождение без комментариев. Я сделаю сначала. Начиная сначала, с первой серии. А это будет как такое введение знакомства. Так что... Ну, не знаю. Такой вот вариант. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Надеюсь, будете смотреть полное прохождение. Если вам будет интересно, то мы будем продолжать. Ну, если мне будет интересно. Если совсем там что-то совсем скучно и плохо, то просто забросим ее. Не знаю. В общем, пока за эти вот полчаса, в принципе, все довольно-таки забавно. Можно бы и пройти. Выходить будут игры, я думаю... Вернее, серии этого прохождения будут не очень часто. То есть, в первую очередь, мы, конечно же, будем играть во что-то новое и важное. Там, не знаю. Скоро Call of Duty, например. Новый вот его будем проходить. А уже Alliance Colonial Marines уже будет у нас... Ну, так. Свободные, скажем так, от остального время. Так что, на этом все. Всем спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И до новых видосов. Субтитры сделал DimaTorzok